Магнитогорский металлургический комбинат Что порой приводит не всегда к приятным последствиям Дело в том, что правила дорожного движения, федеральный закон и кодекс об административных правонарушениях с завидной периодичностью изменяются В них вносятся какие-то изменения Один лишь прошедший июнь ознаменовался введением ряда поправок в ПДД и федеральный закон об ОСАГО В связи с этим я объявляю вопрос нашей сегодняшней программы Магнитогорцы, следите ли вы за изменениями в правила дорожного движения? Я же представляю гостя в нашей студии Это начальник штаба ОБДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Магнитогорску Майор полиции Сергей Святославович Худяков Здравствуйте Здравствуйте Сергей Святославович, поздравляю вас, во-первых, и ваших коллег с прошедшим днем ГАИ Напоминаю для тех, кто не в курсе, что 3 июля Исполнилось целых 82 года, по-моему 82 года со дня образования госавтоинспекции На посту, наверное Проявили этот праздник, да? Все сотрудники госавтоинспекции праздник встречают на посту Ну понятно Ну что ж, остается только позавидовать выдержке человека, который в свой праздник еще и исполняет свой долг В Магнитогорске первый взвод по регулированию уличного движения появился в декабре 1936 года Он состоял из 25 человек, которые контролировали соблюдение разрешенной скорости движения Как бы вы думали, сколько? Не более 20 км в час На сегодняшний день в разы возросло количество автотранспорта на улицах города Соответственно увеличилось и число личного состава дорожной полиции Наиболее отличившееся из которых, кстати, отметили на торжественном построении у здания ГИБДД 3 числа Посмотрим об этом небольшой сюжет и сразу после него продолжим наш разговор Переоценить роль госавтоинспекции в современном мире сложно С каждым годом возрастает численность транспорта Все более интенсивным становится движение на дорогах Работа инспекторов в такой ситуации крайне трудна Иногда с риском для жизни Но настолько же и необходимо В системе ГИБДД очень много подразделений, которые выполняют очень сложные и серьезные задачи Но вот вы, вероятнее всего, знаете, что хороший сыщик всегда знает, что ждет его за дверью Когда он пришел проверять какую-то квартиру, адрес Когда вы стоите на дороге и останавливаете автомобиль, вы не можете знать, кто там находится Может быть за рулем автомобиля добропорядочный гражданин, который забыл пристегнуться А может быть за рулем вооруженный до зубов бандит, которому нечего терять И он планирует совершить террористический акт Учитывая эти обстоятельства, приходится, к сожалению, констатировать факт Что многие наши коллеги в ходе выполнения своего долга В том числе и раздались в жизни Об этих людях, конечно, сегодня мы также будем вспоминать Далее начальник магнитогурской полиции поздравил личный состав госавтоинспекции с праздником Пожелал здоровья, успехов на службе и взаимопонимания всем их Особо отличившиеся сотрудники ГИБДД были награждены почетными грамотами главы города Продолжаем разговор о изменениях, вступивших в силу с начала года А на самом деле с июня очень много изменений Давайте разберем Начнем с самостоятельного оформления ДТП, например Ну, как бы самостоятельное оформление ДТП у нас введено с 2015 года С 1 июня 2018 года изменилась сумма по европротоколу Которая в настоящий момент доступна в размере 100 тысяч рублей А было? 50 Было 50 Да В связи с чем сейчас при совершении ДТП Если водители свою вину не отрицают Вред причинен только автомобилям, не здоровью водителей либо пассажиров Они самостоятельно составляют схему дорожно-транспортного происшествия Перед этим они обязательно должны сообщить в дежурную часть ГИБДД, что такое событие произошло Дежурный им подскажет, как это сделать Каким образом произвести фотосъемку автомобилей После этого транспортные средства должны быть убраны с проезжей части И не создавать помех для других участников дорожного движения Согласно пункту 261 правил дорожного движения Участники обязаны произвести фотосъемку и составить схему дорожно-транспортного происшествия Если в процессе оформления у них возникнут какие-то разногласия Они действуют по указанию дежурной части ГИБДД города Магнитогорска Прибывают туда и на месте уже там оформляют дорожно-транспортное происшествие Но при этом они обязаны иметь фотографии Сделанные с места ДТП с четырех сторон То есть как находились транспортные средства после совершения ДТП И также должны быть сфотографированы те повреждения Которые образовались вследствие дорожно-транспортного происшествия Стоит ли это все перепоручить страховщикам, к примеру? Ну, как правило, страховая компания приезжает То есть представители страховой компании на месте ДТП Но они составляют свои документы Про страховых представителей в правилах дорожного движения нет Там написано, что должен это все сделать водитель, причастник к дорожно-транспортному происшествию То есть либо виновник, либо пострадавший Да, пока Предположительно Так я прослушал, а уезжать без оформления можно? Нет, после того, как сфотографированы автомобили Местоположение автомобилей И составлена схема, они уезжают Либо они уезжают в страховую компанию для оформления европротокола Либо они прибывают в дежурную часть ГИБДД И оформляют материал ДТП Для дальнейшего обращения, уже получения документов из ГИБДД Для обращения в страховую компанию Просто до недавнего времени это расценилось как оставление места ДТП И вплоть до лишения, по-моему? Нет, если европротокол 50 тысяч рублей был Это не расценилось как оставление места ДТП Если участники дорожно-транспортного происшествия сообщили в дежурную часть о том, что произошло ДТП Оставили свои сведения о транспортном средстве, о себе То есть передали сведения о водительском удостоверении и так далее Обоюдно составили схему и прибыли к нам Это не будет считаться оставлением места ДТП То есть участники дорожного движения исполнили свои обязательства Понятно Вот более чем понятно Ну что ж, мы прервемся на небольшую рекламу У нас есть телефонный звонок Дозвонилась к нам Людмила Анатольевна Людмила Анатольевна, здравствуйте 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 Рассказывайте, с чем дозвонились? Я наконец-то дозвонилась в вашу передачу У меня муж... Чуть-чуть убавьте, пожалуйста, звук вашего телевизора У вас помехи там какие-то У меня муж является автолюбителем За изменениями по правилам дорожного движения, конечно, он следит Но у меня глобальный вопрос, касающийся нашего города Почему наши маршрутные такси останавливаются, мягко скажем, где попало У этой арки, возле этого столба, чаще всего на пешеходном переходе И когда они будут останавливаться в положенных местах для этого Спасибо большое, Людмила Анатольевна, спасибо большое Ну, давайте напомним ситуацию Во-первых, что за штраф грозит за вот таким маршрутчиком Ну, и вообще ситуация как... Значит, дело в том, что нарушение правил остановки и стоянки Вообще не только водителей маршрутных такси, но и вообще участников дорожного движения За это предусмотрена административная ответственность в размере 500 рублей Но то, что касаемо именно водителей маршрутных такси Которые останавливаются вне мест остановки общественного транспорта Для них установлена ответственность и штраф предусмотрен в размере 5000 рублей Это как юридические лица или... Нет, как на водителя просто маршрутного такси И дело в том, что госавтоинспекция пресекает такие факты нарушения правил дорожного движения Но это не входит в компетенцию органов внутренних дел Данная статья предусмотрена для привлечения к административной ответственности Именно сотрудниками Ространснадзора, а не сотрудниками госавтоинспекции Что можно сделать? Вот я поехал, грубо говоря, я пассажир маршрутки, вижу, что нарушает товарищ Ну, обратиться в транспортную инспекцию, которая расположена у нас Главное управление находится в Челябинске То есть написать обращение, жалобу с указанием даты, времени нарушения И направить по адресу именно город Челябинск И сотрудники Ространснадзора примут соответствующие меры Все понятно Ну, вот такой только алгоритм действий, к сожалению Все в зависимости от нашего законодательства Ну что ж, а мы продолжаем разговор про изменения Давайте коснемся дорожной разметки Что нового? Вступили, по-моему, новые ГОСТы в силу с 1 июля Расскажите, пожалуйста, подробно Значит, с 1 июня вступил ГОС 51-256, именно касаемо дорожной разметки Но у нас имеется два вида разметки, это вертикальная и горизонтальная Вертикальная наносится на дорожные сооружения, горизонтальная наносится на проезжую часть Если раньше, как правило, дорожная разметка 1.1.1.1.2 Согласно правилам дорожного движения Это та дорожная разметка, которая наносилась на проезжую часть Была белого цвета и разделяла потоки различных направлений Либо движение по полосам была именно белого цвета Сейчас ГОСТом допускается цвет желтый Так же, как и раньше, пешеходные переходы наносилась дорожная разметка 1.1.1 белого цвета То сейчас она идет вместе с желтым Раньше, по-моему, только остановки маршрутных такси Нет, желтый, да И остановка запрещена, и стоянка запрещена Которая наносилась, как правило, по краю проезжей части Это по бордюрному камню Но она также и осталась Остановка запрещена и стоянка запрещена Она наносится по краю проезжей части в виде желтой полосы Сплошной, это остановка запрещена И прерывистая стоянка Также сейчас появилась разметка у нас 1.7 Это указывает направление движения по полосам на перекрестке Направление движения указывает Она была только белого цвета, сейчас она может быть и синего цвета Ну и также появилась оранжевая разметка, временная Это когда производятся какие-либо изменения в дорожном движении И происходит разделение потоков направления транспортных средств Ну это такие могут быть моменты Вот у нас на северном переходе происходил ремонт дороги И, соответственно, одну полосу закрывают И движение организовывают только по одной полосе Соответственно, если нанесена дорогостоящая разметка пластиковая Чтобы ее не удалять, не стирать Просто вдоль нее наносится оранжевая временная разметка Которой водители должны руководствоваться Ее также запрещено пересекать, как и любую другую сплошную линию разметки Дублирующая со знаками или просто она сама по себе? Нет, она сама по себе наносится Как правило, дублирующая разметка ставится Нет, ну знаки могут быть установлены Обгон запрещен, дорожная работа, они все на желтом фоне тоже Во многих местах города, особенно на проспекте Ленина Появились дополнительные полосы для поворота налево, направо Разгрузило ли это как-то перекрестки? И где, по вашему мнению, еще стоило бы нарисовать? Ну да, проблемный участок дороги был От улицы Завинягина по проспекту Ленина До улицы Труда Ну вот в этом году было принято решение Изменить именно порядок организации дорожного движения На данном участке дороги Именно сделали дополнительную полосу для поворота налево И это, конечно же, разгрузило перекресток То есть количество времени, которое водители проводят с пробки Сократилось в разы Ну вот, а еще появилось Вернее, дальше про разметку Сейчас изменения коснулись также стоп-линии, да? И система видеофиксации с ней связана Ну, стоп-линия, она у нас как бы была Согласно пункту 6.13 Водители при включении красного сигнала светофора Либо поднятой руки регулировщика Обязаны остановиться у стоп-линии Раньше, по-моему, не штрафовали за это Нет, начали штрафовать за это За это предусмотрен штраф в размере 800 рублей И, ну, у нас в нашем городе водители как-то игнорируют данную полосу Переезжают ее, либо останавливаются Все до перекрестка едут И хотелось бы, конечно, еще раз напомнить Участникам дорожного движения Что заканчивать проезд перекрестка При включении желтого сигнала светофора Мы, конечно, можем Но начинать движение Мы можем, то есть, переехать сплошную линию разметки Только в том случае, когда на перекрестке Загорится не желтый сигнал светофора При смене сигналов, а именно только зеленый Все, кто начинает движение на желтый сигнал светофора А у нас он запрещает движение Все выезжают на перекресток Уже в нарушении пункта 6.13 Где предусмотрена ответственность за проезд перекрестка На запрещающий сигнал светофора И штраф уже 1000 рублей А повторные уже лишения до одного года По городу размещено дополнительное количество Большой систем видеофиксации Новая разметка стоп-лини Как вы только что сказали Как были выбраны вот эти все места И много ли их появилось Ну, вообще места выбираются с учетом Мест концентрации ДТП, интенсивности пешеходов Там, где могут возникнуть у нас Дорожно-транспортные происшествия Ну, необходимо произвести ограничение скорости В связи с этим На основе анализа аварийности Устанавливаются данные комплексы Автоматической видеофиксации Ну и после установки таких комплексов Как правило, дорожно-транспортные происшествия На данных участках уже не фиксируются Именно там, где установлено Уже, конечно, водители проезжают Все равно начинают набирать скорость Что-то где-то, конечно, происходит Но именно в этих местах у нас количество ДТП Ну, практически не регистрируется В том числе даже без пострадавших с материальным ущербом Ну вот, знаки установлены И системы видеофиксации Не так давно И люди, скорее всего, еще даже не задумываются Им еще не пришло ни одного штрафа Придут ли? Придут Работают как камеры? Придут Все камеры в городе Магнитогорске в рабочем состоянии Все фиксируют административные правонарушения И письма будут поступать в почтовые ящики граждан Мы еще забыли сказать про круговое движение Тоже правила проезда Не все магнитогорцы, к сожалению, помнят Давайте напомним Да, касаемо кругового движения Хотелось бы напомнить Это круговое движение, тот же самый перекресток То есть въезжаем мы на перекресток с любой полосы А выезжаем только с крайней правой То есть при выезде с перекрестка Все водители обязаны занять крайнее правое положение на проезжей части То есть слева выезжать ни в коем случае Это будет штат с нарушением правил дорожного движения Это должно быть зафиксировано? Ну, если сотрудники ГИБДД будут стоять, работать на данном перекрестке Все, кто будут выезжать либо со второй, либо с третьей полосы Будут привлечены к административной ответственности То есть ничем уже здесь не объяснишь, что я не успел перестроиться Нет То есть крутись по кругу Да, по кругу Все понятно Немалую роль в работе госавтоинспекции занимает пропаганда На соблюдение правил дорожного движения Особенно среди детей Летом в период школьных каникул Большинство из них представлены сами себе К сожалению, без присмотра взрослых Существенно возрастает количество происшествий С участием несовершеннолетних Чтобы напомнить ребятам об элементарных правилах безопасности На базе Дворца Творчества Детей и Молодежи Состоялся конкурс «Безопасное лето» Его участниками стали более 200 подростков Которые посещают лагеря дневного пребывания В ходе соревнований ребята демонстрировали знания основ безопасного поведения В экстремальных ситуациях и обычной жизни Посмотрим об этом небольшой сюжет Любые дела выполняем Отмена Нас новые подвиги в лагере ждут «Безопасное лето» — это совместный проект Управления образованием и гражданской защиты населения Администрации города И хотя он реализуется уже третий год, вписать в него конкурсную составляющую решили недавно К этой инициативе активно подключились Дворцы Творчества Детей и Молодежи Сотрудники ГАИ и МЧС Ребята сумеют получить навыки поведения Безопасного поведения на дороге Во время критической ситуации При пожароопасной ситуации При переходе, допустим, в походах То есть все, что нужно ребенку для безопасного отдыха Мы постарались сегодня воплотить здесь 12 команд по одной из каждого лагеря дневного пребывания детей Поочередно проходили 8 этапов Ребята на скорость надевали пожарные костюмы Показывали, как переправляться через болото Прыгали в длину и даже оказывали первую помощь пострадавшему при задымлении Безопасность превыше всего не только в чрезвычайных ситуациях Человек находится в зоне риска ежедневно Особенно на улице и особенно ребенок Поэтому без знаний правил дорожного движения не обойтись Как сотрудники полиции мы проводим этап Квест «Безопасный мир», на котором детям необходимо продемонстрировать знания Как необходимо вести себя, являясь участниками дорожного движения В качестве велосипедистов, а также пешеходов и пассажиров транспортных средств Теме профилактики дорожно-транспортного травматизма Был посвященный конкурс рисунков на асфальте «Лето. Безопасность. Мы» Светофор, пешеходный переход и ребенка, который показывает палец вверх Мы каждый день утром проговариваем правила Как нужно себя вести на пешеходных переходах и на дороге После завершения конкурса каждый из ребят получил грамоту за участие Однако главная ценность, по мнению организаторов Это в очередной раз закрепить знания и навыки Ведь повторения лишним не бывает Нам дозвонился Сергей Александрович Сергей Александрович, алло Я хочу задать вопрос Кудикову, Сергею Да, 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 слушаем вас Значит, на 5, 6, 7 проходной везде стоят знаки Стоянка запрещена, эвакуация, производство эвакуации И прямо под этими знаками постоянно стоят автомобили Едешь, проезжая мимо, если, не дай бог, проколол колесо Нельзя, невозможно съехать на обочину Сразу создаются пробка Просто такое ощущение, что работники комбината являются Какой-то элитой, что ли, и можно стоять под этими знаками И никаких нарушений для них это не считается Все, мы поняли ситуацию, Лан, спасибо большое По данному факту, что могу пояснить Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят целенаправленные рейды По выявлению таких водителей, нерадивых, которые бросают транспортные средства на проезжей части Там знаки стоят, по-моему? Да, там стоят знаки Помимо того, что они нарушают правила парковки Они еще создают движение для трамваев В данном направлении мы работаем Целенаправленно проводим мероприятия Но сложность заключается в том, что в настоящее время в городе Магнитогорске Не заключен договор на эвакуацию транспортных средств И мы не можем производить эвакуацию А вроде до этого момента постоянно были видны шумашки Да, тут эта проблема актуальна И мы эту проблему знаем На сегодняшний день данным вопросом занимаются в Министерстве транспорта Челябинской области Они проводят конкурсы на заключение договора На оказание именно такой услуги, как эвакуация транспортных средств И мы не можем сейчас ничего сделать Как только будет заключен договор Ни одного автомобиля по улице Зеленцова не будет Работники комбината, которые оставляют там транспортные средства Они являются элитой, которые могут бросать где попало свои транспортные средства Во-первых, они подвергают опасности свои транспортные средства В случае ДТП все эти припаркованные автомобили также повреждаются Когда водитель теряет управление Тем более, что там есть еще и, по-моему, стоянки Да Специальное оборудование Ну что ж, мы продолжаем дальше наш эфир Совсем недавно Костимся местных изменений, напрямую связанных с вами Совсем недавно в здании ГИБДД переехал еще и РЭП Удобнее ли стало работать как вам, так и посетителям? Или наоборот? Я думаю, что на сегодняшний день вопросы, конечно, имеют проблемные для людей Они прибывают по старому адресу, имеют место, конечно, такие вопросы Они прибывают по старому адресу, приходят Там по адресу Советская 4 сейчас имеется площадка для осмотра Сотрудники их направляют по одному адресу Советская 42 Они прибывают На первом этаже у нас проходит регистрация транспортных средств На третьем этаже прием экзаменов и замена водительских удостоверений Но люди уже потихонечку привыкают ко всему И людям нравится Потому что, допустим, в зале, где производится регистрация Оборудованы места сидячие для граждан Где они ожидают своей очереди Все осуществляется по электронной очереди Либо по записи через госуслуги Данный зал оборудован системой кондиционирования Там прохладно даже вот в эту жару, которая сейчас стоит Как бы там комфортно В здании рэпа что-то осталось? Нет, в здании рэпа ничего не осталось Все понятно Ну что ж, а наш эфир, к сожалению, подходит к концу Мы были рады вас послушать в нашей студии Спасибо большое за ответы Спасибо, что пришли Напоминаю, что если у вас есть какие-то новости Есть чем поделиться с нами Пишите об этом в социальных сетях Присылайте фото и видео с места событий на нашу почту newsobakotvn.mgm.ru А также в группу ВКонтакте wikia.com Slash маквремечка Прощаемся с вами до следующего эфира До свидания До свидания Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова